Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». Началось лето и совершенно резонно, что у нас в студии один из самых первых летних гостей – детский омбудсмен, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Рафинов. Добрый вечер, Вячеслав Викторович. Добрый вечер. Вячеслав Викторович, самая больная летняя тема. Начались каникулы, у детей появилось много свободного времени, и резко возрастают такие вот печальные цифры по детскому травматизму. Количество несчастных случаев с участием детьми разной степени тяжести, к сожалению, на лето всегда подскакивает. Не то, что растет, а подскакивает. Вот какие способы предотвращения вот этой угрозы вы видите, и на что в первую очередь нужно обратить внимание родителям, воспитателям? Да, действительно, наступила самая, наверное, любимая пора детей – это лето, летние каникулы. Для тех, кто не сдает экзамены, экзамены сдают выпускники 11-х классов и 9-х классов, у остальных каникулы, и наступило еще необычайно, прямо надо сказать, для нашей полосы жаркое время. Буквально в мае были очень жаркие дни, сейчас в июне вот предстоящая неделя, эта неделя, она также ожидает жаркой. И в это время, к сожалению, нередко встречаются несчастные случаи, в том числе с детьми. Во-первых, жара – это… Ну вот не надо далеко ходить за примером, к сожалению, на прошлой неделе 12-летний ребенок утонул на Новосельском пляже. Все, вот он, уже первый случай. Че лето не началось. К сожалению, уже счет детям, погибшим на воде, уже открыт. До этого, чуть раньше был, ребенок погиб в Шумерле, утонул. Сейчас у нас в Чебоксарах на Волге. По прошлому году, если брать там, в целом по республике, 10 детей утонули. А сейчас уже, мы говорим, двое, а лето только началось. Ну, тут, наверное, гибель детей на воде – это, прежде всего, ответственность взрослых. Ответственность взрослых тех, кто за детьми. В оздоровительных лагерях – это воспитатели, педагоги, вожатые. А если дети дома, то это, прежде всего, родители и органы власти на месте, которые должны обеспечивать безопасные места для купания. Это-то все как раз понятно, но в детских лагерях, слава тебе, Господи, дети гибнут крайне редко, и это действительно из ряда вон выходящий случай. То есть родители, которые приходят с детьми на пляж, тоже все-таки смотрят. В основном проблемы – это дети, которые приходят на Волгу одни. Вот я еще раз хочу сказать. Вот как быть в этой ситуации? Родители работают? Прежде всего, дети должны быть со взрослыми. Кто-то из взрослых все равно должен быть с ними на воде. Кто-то должен следить за ними. Кто-то должен, по большому счету, нести ответственность. Одни дети не должны купаться. И не должны купаться в незнакомых водоемах, особенно там, где не знают, какое дно и так далее. Поэтому ответственность всегда на взрослых, и взрослые должны обеспечивать. Если сами на работе, значит, кто-то другой должен с ними быть. Либо категорически запретить ребенку подходить даже близко к пляжу. Да, дети одни не должны быть на водоемах. Согласна с вами полностью. Вот сейчас у нас много бассейнов в республике. Нужно делать так, чтобы все дети умели плавать. А и плавающие дети, умеющие плавать дети тоже должны купаться все равно в присутствии взрослых. Вот еще один источник повышенного травматизма – это дороги. Да, к сожалению. Они в обычное время, в смысле, и зимой, и весной, и осенью опасно, а уж летом становится просто… К сожалению, дорожный травматизм, он все равно вот держится на определенном уровне. Как бы не хотели его снизить, этому, наверное, способствует и рост числа машин. Но опять тут виновники травм и смертельных случаев детей – это взрослые. Дети погибают как пассажиры, дети погибают так и как пешеходы. Когда дети погибают как пассажиры, тут уже полностью вина взрослых. Вина взрослых чаще бывает в том, что не оборудованы сидячие места для детей в автомобилях. А когда дети – пешеходы, наверное, с ними нужно почаще говорить, напоминать. У них должны быть отсвечивающие наклейки, отражающие, светоотражающие наклейки. И с ними и в школах, и в детских садах, и дома почаще нужно говорить о том, чтобы они были внимательны на переходах. И переходили только там, где есть организованный переход, где пешеходный переход, где светофор. Но опять-таки тут доля вины водителей, которые чаще всего заключаются в их невнимательности, в их превышении скорости. Тут вина водителей тоже очень часто бывает нередко. Нередко и виноваты водители в том, что они превысили скорость или невнимательно поступили. Одна машина, одна полоса пропускает ребенка, а другой не смотрит, наезжает на ребенка. К сожалению, бывает и на коляску наезжает. Поэтому опять-таки взрослым и водителям, и родителям, и всем, кто работает с детьми, еще раз нельзя уставать напоминать детям обетом и воспитывать в детях ответственное свое поведение на дороге. Это жаркая погода еще выявила в этом году у нас такую проблему. Дети, малолетние дети начали выпадать из окон. Тут уже в республике в этом году 8 таких случаев. Это же чисто такой недосмотр, невнимание взрослых, безответственное отношение взрослых к своим детям. Дети, начиная с двух лет и старше, которые ходят, залезают на подоконник и выпадают в открытое окно. Да, этому, наверное, способствовала и имеющаяся стоящая жаркая погода. Но наши сетки, которые установлены в окнах, они не держат, не удерживают детей. Ну, что я могу сказать, Вячеслав Викторович, жара, жаркое лето в нашем регионе случалось достаточно часто. И 10 лет назад, и 20 лет назад, и 30 лет назад, и сеток никаких не было на окнах. Но, тем не менее, дети же не выпадали в таком количестве. И родителям более ответственными быть по отношению к своим детям, когда они даже дома находятся, всегда владеть и иметь в виду, где они, чем занимаются, не отвлекаться. Ну и, наверное, строителям пора уже устанавливать и изготавливать такие сетки, которые, по крайней мере, детей двух, трех, четырех, пяти лет, вес этих детей, по крайней мере, они удержали бы, не давали бы им выпасть. Более устойчивые сетки, наверное, тоже нужно устанавливать. Понятно, что в идеале, конечно, хорошо туда просто металлическую решетку поставить, но только это же... Нет, не металлическую, наверное, те же самые пластиковые же, но более прочное крепление должно быть. Вот в основном, да, все проблемы, все-таки большая часть проблем с детьми происходит из-за того, что они не заняты чем-то, каким-то делом, не организованы и при этом предоставлены сами себе. Вот это она... Вот какой способ решения этих программ, вернее, этих проблем вы видите? Потому что, ну, понятно, что невозможно, к сожалению, пока невозможно, хотя у нас количество детских оздоровительных учреждений увеличивается, но, тем не менее, все равно вот всех детей республики мы не можем на все лето обеспечить организованным отдыхом. Вот что какие-то другие, может быть, формируют? Да, чаще всего несчастье происходит из-за того, что дети действительно предоставлены сами себе, поэтому, наверное, имеет значение, вот в том числе и их занятия, дети должны быть заняты. Вот это массовое занятие спортом, массовое занятие физической культурой, это добрый пример будет, прежде всего, воспитательный пример положительного поведения в обществе. Спасибо большое. Вам спасибо. А я напомню, что сегодня у нас в студии был уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Рафинов. Всего доброго. Всего доброго. Берегите себя. Берегите себя. Всего вам лета. Да.